здравствуйте мои дорогие подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема и эта тема растянется на целую неделю а может даже побольше это заготовки я не буду говорить засолки я не буду говорить маринование я буду говорить консервация но начнем мы с консервации самой приятной которые еще пока есть и ремонтантные сорта вот того что я хочу сегодня вам показать как это консервируется еще есть и будут долго поэтому клубника либо земляника садовая на ваших столах еще присутствует у кого-то нету сада зато есть в магазине и сделать себе великолепный компотик на зиму не возбраняется начнем так одеваем очки так посмотрите значит это пока суда ну вместо маловато просто значит это отодвинем здесь очень много всевозможных фруктов потом появятся и овощи значит и посмотрите внимательно значит вот она клубника ну явно что это ремонтантная сорт вас мало должен интересовать у меня тут две банки я все нам это руки ягоды банки стерилизованы я буду рассказывать в каждом сюжете как стерилизую банки сначала мы от его отмываем их тщательно моющими средствами выполаскиваем очень тщательно тот у кого нет микроволновки а я делаю это в микроволновке такая баночка да и побольше тоже банки которые лежа полуторки например да стоя не входят банки на стерилизацию я их кладу по две штучки и нормально все стерилизуется 3-4 минуты достаточно чтобы банка была стерилизована значит у кого нет микроволновки пожалуйста берите тазик кипяток капните туда ну несколько капель кислоты уксусной ну например на 3 литра достаточно будет чайные ложечки все и вы поласкивайте пожалуйста банки и крышки вот в этом растворе это тоже будет стерилизован хорошо стерилизованные банки раскладываю на две баночки они наверное 700 граммовые не больше так вот таким образом не люблю когда сюжеты получается очень длинный меня это прямо не знаю я сама не люблю читать блогеров по 20-30 минут и не хочу мучить своих подписчиков значит смотрите здесь уже все получилось разложено это уберем чтоб не мешало теперь надо смирить сироп сколько же надо сиропа ну все очень просто вы наливаете просто чистой воды уже в банку где уложена ягода и сливаете ее в кастрюлю с водой значит вот тут что-то мокрое получилось да таким образом ну тут ягодка лишняя почему с хвостиками да слышу я как вы там уже говорите все промыто очень сильно и правильно поэтому мне нравится вот так с хвостиками это очень красиво смотрится в креманках когда вы подадите вы можете даже этот компот ягода из компота использовать на мороженом значит зимой вообще замечательно на 1 литр на 1 литр воды вы должны положить не менее 300 грамм сахара услышьте меня я повторять 10 раз не буду здесь не будет никакой кислоты абсолютно не лимонной хотя чуть-чуть для вкуса лимонки я бы добавила потому что лимонная кислота в очень сладких компотах они такие знаете гладкие и сладкие у них нету какого-то вот остановки вкуса а нужно чтобы вкус остановился на этих на языке и вы почувствовали как это красиво так вот в ягоду можно но совсем несколько крупинок я слышу что у меня уже кипит вода на плите там уже все вместе с сахаром сейчас я встану и принесу кастрюлю залью при вас и естественно и закатаю банки вы можете отправить это в микроволновку залитые банки еще на три минуты потому что ну давать кипеть ягод и не надо это лишнее совершенно а вот все-таки подстерилизовать еще можно ну две-три минуты вижу уже уже весь кастрюльки идет пар так я пошла и так сироп уже готов значит на литр воды 300 грамм сахара я из кастрюли перелила в кружку и вы увидите что там плавает на дне заливаем надеюсь что у нас все получится полную банку накладывать не обязательно потому что ягода здесь для того чтобы получился ароматный вкусный сироп они для того чтобы получилось жидкое варенье целая банка заливать нужно вот смотрите внимательно прямо до самого-самого верха вы поняли да что в сиропе в кипятке также были обработаны крышки для чего а для того чтобы однородной была среда на крышке и в самой банке руки у меня чистая а теперь аккуратненько очень люблю вот такие крышки они очень плотные и ведут себя замечательно ну вытирать их не обязательно конечно просто нужно сбросить капли все которые мне не нравятся сначала назад движение а потом вперед так кружку убираем и мне нужно просто очень хорошо закрутить банки вы думаете что они могут взорваться нет не взорвутся не переживайте долго хранить их конечно не желательно но можете подстерилизовать но две-три минуты пожалуйста ну не вопрос так банки хорошо закручены а вот такие страдания кто не делает заготовки до получает их готовыми они даже не подозревают как это больно что нужно сделать дальше естественно расстелить полотенца на столе в таком месте где вы редко ходите чтобы нести это не снести это все значит и вы очень аккуратно перевернете банки на крышку сейчас дайте им постоять 3-4 минуты чтобы температура немножко упала и резко переворачивать нельзя может рвануть так что вы будете все в кипятке сладком в компоте и все остальное вокруг поэтому очень аккуратно проверьте еще раз ну как бы температура падает достаточно быстро значит не можете взять так вот полотенце есть для этого все закручены хорошо значит три-четыре минуты переворачиваем и устраиваем им теплую баню зачем это делается иногда мои подписчики особенно девочки пишут чего их варить там переваривать эти огурцы эти помидоры до девочки это называется глубокая стерилизация вообще-то если вы не стерилизуете в кастрюлях как это положено но это то сделайте как следует что в этом такого ничего ведь страшного нет вот этот коврик он специальный вот аккуратненько смотрите сначала на бачок а потом аккуратненько на крышечку вот так обязательно здесь должна быть у вас подстилочка теплая это махровое полотенце как правило либо в несколько слоев обычное полотенце сверху полотенца а сверху еще какая-нибудь курточка тепленькая и все это должно остыть естественным путем до полного остывания ничего там не переварится поверьте мне все это все уберем две банки компота клубничного готовы я слышу чего говорите дважды залить можно но только ягода должна быть чуть-чуть недоспелой она должна быть такой прям плотно жесткой вы можете залить первый раз слить но вам на все про все залили первый раз достаточно ну не знаю одной две минуты и только второй раз уже сироп должен кипеть и вы должны да все это залить и закатать все всего доброго